В детской поликлинике города Видное состоялся мастер-класс по массажу для малышей до одного года. Берете вот так вот и как бы помогаете. Вот, видите, там поточечки. Лекция «Рациональное питание подростков» прошла в Видноской школе номер 2 в Зеленых аллеях. Я, например, не знал, что рацион питания должен соответствовать размеру нашего полука, так сказать. Это очень интересная и полезная информация. 7 апреля во всех странах отмечают Всемирный день здоровья. Педагоги Видновской школы номер 5 к этому замечательному празднику подготовили для учащихся сразу несколько спортивных мероприятий, на которых побывала и наша съемочная группа. День здоровья в Видновской школе номер 5 стартовал с утренней зарядки, которую провели на свежем воздухе. Комплекс упражнений подготовили активисты школы. Среди них восьмиклассница Анна Разумова. Аня рассказала, что спортивную программу разрабатывали около недели. Сначала выбирали тщательно музыку, чтобы детям так же не было скучно. Все-таки начальные классы, они более тоже стали продвинутыми. Какие-то, на удивление, даже старые, как Вера Сердючко, песни они знают на самом деле. Это было очень удивительно. Стоит отметить, что утреннюю зарядку старшеклассники для учеников начальной школы проводят уже несколько дней. Будут продолжать и дальше, чтобы сформировать у детей полезную привычку. Это было очень интересно, здорово, весело. Это поможет нам зарядиться настроением и энергией на целый день. Мне очень понравилось. Это очень полезно. И это все на свежем воздухе. Мне очень сильно понравилось, когда мы начали танцевать. Немножко сложновато, но так как-то ориентировался. Каждый день будет так. Во Всемирный день здоровья преподаватели подготовили интересную спортивную программу. Веселые старты, соревнования по пионерболу, по волейболу. То есть внутри класса в связи с пандемией, поэтому немножко мы ограничены в массовости. Но тем не менее мы этот день проводим так спортивно, задорно, весело. А для вторых классов в школьном спортзале был организован мастер-класс по футболу. Его провели игроки молодежной команды спортивной школы «Олимп». Специально подобрал упражнение. Не будет ничего сложного. То есть базовая техника. Элементы футбольной техники для подрастающих поколений. Для того, чтобы они заинтересовались и полюбили футбол. Ежегодное проведение Дня здоровья стало доброй традицией в школе. Спортивный праздник проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и развития интереса к физической культуре у школьников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Что такое хороший и плохой холестерин? С какого возраста нужно контролировать его уровень в крови? И как уберечься от атеросклероза и его последствий? Об этом мы поговорили с заведующей отделением профилактики Виннусской районной клинической больницы Ларисой Соловьевой. Начнем с вопроса, что такое холестерин. Откуда он вообще в нашем организме берется? Холестерин – это эндогенное вещество. Оно циркулирует в нашем организме. С возрастом повышается количество липопротеидов низкой плотности в кровяном русле. А в клетках образуется архидоновая кислота, которая является провоспалительным агентом. И она запускает процесс воспалительных процессов в сосуде. В результате может рваться покрышка, и развивается инсульт, инфаркт. Если человек ничего не беспокоит, должен ли он после 40 лет как-то проверять свой уровень холестерина в крови? Конечно. Для этого и существует диспансеризация, к которой необходимо приходить раз в год однозначно. И в эту диспансеризацию заложен тот минимум лабораторных обследований, которые необходимо проходить ежегодно, в том числе и холестерин. Как предотвратить заболевание, которое вызывает вот этот вот плохой холестерин? И с какого возраста, в принципе, нужно об этом думать? Считается, что холестериновые бляшки у нас уже начинают формироваться с 20 лет. И на сегодняшний день большое значение отводится генетическим тестам. После 40 лет нужно еще обращать внимание на цифры артериального давления, на конституцию человека, полный он или индекс массы его оценивать. Индекс массы тела должен быть до 25 нормальные показатели. Не страдает он гипертонической болезни. И если в совокупности вот этих позиций, когда человек страдает избыточной массой тела, повышением цифр давления, повышенный уровень холестерина будет в крови, ему рекомендовано исследовать УЗИ сосудов шеи, дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов. Когда у человека обнаружен повышенный уровень холестерина в крови, помимо вот этих вот лекарственной терапии, ему назначается какая-то диета, не знаю, с пониженным содержанием жиров. Жир необходим для организма. Жир необходим, в том числе и холестерин. Необходим для построения клеточных стенок. Вот в частности холестерин, он участвует в синтезе гормонов. Жирные продукты, такие как сливочное масло, сало, в пище должно присутствовать в меру. Статины необходимо принимать при любых цифрах холестерина, потому что на сегодняшний день доказано, что прием статиновых препаратов год и выше уменьшает вот эти сосудистые бляшки и расширяет просвет сосудов, таким образом нормализует кровоток. Много ли людей страдают от атеросклероза и связанных с этим заболеваний, которые вызывают плохой холестерин? Больше половины населения, которые прошли диспансеризацию, ну и в принципе статистически, имеют повышенные цифры холестерина, потому что нормы, они в цифрах от 3,5 до 5,5,2 лицам, которые перенесли инфаркт, инсульт, им необходимо принимать статины пожизненно. Почему? Потому что этим они защищают себя от риска повторных инсультов, инфарктов. Лариса Владимировна, спасибо большое, что нашли время встретиться с нами и ответить на вопросы. В филиале Видновской школы номер 2 в микрорайоне «Зеленые аллеи» прошла лекция «Рациональное питание подростков». На ней врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы рассказала ученикам об основных принципах здорового и качественного питания. На сущность таких бесед, очевидно, большой популярностью у подростков пользуются фастфуды, где еду здоровой можно назвать натяжкой. При этом медики отмечают, что именно в подростковом возрасте важно тщательно следить за питанием. Выраженная связь неправильного питания с многими заболеваниями. С заболеваниями сердца, сердечно-состочной, конечно, ожирения, заболеваниями сахарный диабет, то есть многие заболевания. Основы рационального питания – формирование правильных пищевых привычек, правила выбора продуктов. Охват лекции, которая длилась 40 минут, довольно широк, и главный упор был сделан на то, как подростки питаются вне стен школы. Ведь в учебном заведении за этим ведется контроль. У нас есть завуч, который занимается вопросами питания. Это Остафья Ольга Сергеевна. Она рассчитывает все, меню расписывает на каждый день. То есть это отработанная такая система. Не только в нашей школе, во всех школах. В лекции приняли участие ученики девятых классов второй видновской школы. И несмотря на то, что без медицинских терминов было часто не обойтись, изложение было доступным, и все вынесли для себя что-то полезное. Я, например, не знал, что рацион питания должен соответствовать размеру нашего полука, так сказать. Это очень интересная и полезная информация. Я стараюсь придерживаться правильного питания и принципов, которые были указаны в презентации. Я узнал много чего нового про правильное питание. Например, то, что можно употреблять и сладкое, и фастфуд, если все это употреблять в умирном виде. И теперь, когда я думаю, приду, я скажу, что шоу-мо можно кушать. Подобные встречи с медиками в школах Ленинского городского округа проходят на постоянной основе. Тема коронавируса в наши дни продолжает оставаться одной из наиболее острых. И сегодня, во Всемирный день здоровья, мы пригласили в нашу студию врача-кардиолога Мурада Курбан-Багомедова. Здравствуйте, Мурад Магомедович. Здравствуйте. Ну, начать наш разговор, я предлагаю вот с такого вопроса, как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями вообще переносят ковид. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с инсультами, с инфарктами, с ишемической болезнью сердца, с гипертонией, с ожирением, намного тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, потому что у них иммунная система ослаблена. Чаще всего связано это с тем, что есть две теории поражения сердечно-сосудистой системы. Первая теория – это когда образуется белок, который поражает кардиомиоцит в кардиомиоцит. И второй механизм поражения, когда нарушается свертываемость крови, которая в последующем приводит к нарушению тромбообразования, и большое количество тромба попадает в общий кровоток, и, соответственно, начинает забивать коронарные сосуды, инфаркт, сосуды головного мозга, инсульт, легкий инфаркт легкого и так далее. По привычным показателям, то есть сатурация, на КТ поражение, вот у этих больных, у них какая картина наблюдается? Они тяжелее переносят, у них и сатурация ниже, и КТ поражение больше, чем у обычных людей. Все зависит от иммунной системы у этих пациентов, иммунная система слабее, чем у остальной категории. Какие последствия и осложнения бывают у людей, которые страдают среди сосудистыми заболеваниями, или они как-то чем-то отличаются от осложнений у тех, кто не болеет такими заболеваниями? У них огромные риски. Риски в плане выздоровления и сопутствующие заболевания у них обостряются, переходят в другие, в более тяжелые стадии, более тяжелые степени, нежели при поступлении. Это в виде инфарктов, в виде последующих миокардитов у них, если у них не было. В принципе, в целом статистика, о чем говорит, сколько примерно таких осложнений приходится на эту категорию граждан? То, что я знаю, в Германии проводили исследования на спортсменах, которые переболели ковидом. Правда, группа была маленькая из 28 человек. 38% из этих 28 человек, молодежи, спортсмены, они последующим заболели миокардитом. Сейчас многие говорят о вакцинации, а вот что касается людей с заболеваниями сосудистой системы, сердечно-сосудистой системы, им показана прививка или противопоказана? И кому противопоказана, если есть такие противопоказания? Вы знаете, группа категории, кому противопоказана прививка, наверное, это тяжелые пациенты, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях. Все остальные пациенты, кардиологические, в принципе, им вакцинация не противопоказана. Какие осложнения могут быть после перенесенного ковида? Это одышка. Как пациент может определить, что у него какие-то осложнения? Если начала нарастать одышка, то есть раньше он данный определенный объем этой физической нагрузки переносил легко, а сейчас у него появляется одышка. Это первый сигнал. Второе – отеки. Если начали отекать нижние конечности. Если появилось нарушение ритма, которого раньше не было. Если появились боли за грудиной, то есть при той нагрузке, которой раньше не было, это первый сигнал – обратиться к кардиологу для дообследования, для исключения осложнений от коронавирусной инфекции. Ну и все же подытожим. То есть кому противопоказана прививка и стоит ли делать прививку людям, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вообще прививку стоит делать всей категории пациентов, которые страдают ишемической болезнью сердца, страдают сахарным диабетом и страдают ожиением и гипертонией. Эта категория, наверное, должна первая делать, потому что в их случае, если они заболевают, они находятся в огромной группе риска. Им не стоит рисковать. А противопоказанием, как я сказал, является именно тяжелое состояние в кардиологии. Это то, что реанимация, инфаркт, нарушение ритма, острое нарушение ритма. Спасибо вам большое, что пришли к нам, нашли время ответить на наши вопросы. Ну а дальше переходим к выпуску новостей. В рамках Всемирного дня здоровья в детской поликлинике города Видное состоялся мастер-класс по массажу для малышей до одного года. На мероприятии побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В Видновской детской поликлинике часто проводятся тематические мероприятия, направленные на улучшение качества жизни и повышение уровня грамотности населения в области знаний о здоровье. Каждый человек должен быть заинтересован, чтобы он не болел, проводил профилактические мероприятия, чтобы он занимался физической культурой и чтобы он, естественно, вел правильный образ жизни. На этот раз здесь состоялся мастер-класс для молодых мам, где они узнали обо всех тонкостях массажа для грудных детей. Также перед собравшимися выступил врач-невролог. Он прочитал лекцию о нервно-психическом развитии младенцев от момента рождения до одного года. Каждый месяц жизни ребенка должен сопровождаться новыми полученными навыками. Так как все были на изоляции, много малышей родились в КАИД, которые не попадали к неврологу, и для того, чтобы хотя бы представлять, где есть патология, где есть норма, как поступать с малышом, что с ним делать и что малыш должен, мы решили провести такой небольшой свой родный мастер-класс. Ребенок рождается с определенным набором рефлексов – плавательным, хватательным, шагательным. Спустя несколько месяцев они угасают, а позже, при должном физическом и психическом развитии, малыш совершенствует навыки движения, начинает узнавать родителей и проявлять эмоции. Помочь в этом могут несложные упражнения и лечебный массаж. Берите вот так вот и как бы помогаете. Вот. Видите? Там поточечки. Родители с интересом наблюдали за мастер-классом и по их признанию узнали много новой полезной информации. Основные виды массажа делают в 3, в 6 и в год месяцев, чтобы малыш подготавливался, в 3, чтобы переворачивался, в 6, чтобы сел, в годы, чтобы его пошел. Поэтому лечебный массаж, конечно, для расслабления он необходим всем деткам. Ну а по возможности что-то делать дома каждая мама может сама сделать какой-то массаж своему малышу. По словам врачей, молодым родителям не стоит паниковать, если на их взгляд ребенок отстает в развитии. Ведь каждый случай индивидуален, а чтобы правильно понять ситуацию, необходимо обратиться к профессионалам. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова